Сегодня исполняется два года с момента трагедии в Одесском Доме профсоюзов. В результате пожара, устроенного радикалами и массовых беспорядков, только по официальным данным погибли 48 человек. Активисты антимайдана сгорали заживо, задыхались в дыму, разбивались, выпрыгивая из окон, гибли от пуль. Виновные до сих пор не наказаны. При этом на скамье подсудимых оказались сами сторонники федерализации, которым 2 мая 2014-го повезло остаться в живых. Сейчас обстановка в городе едва ли не более напряженная, чем тогда. Националисты заявили, что не допустят траурных акций в памяти погибших. Власти усилили меры безопасности. Улицы сегодня патрулируют 3000 силовиков, причем 300 из них из ультраправого батальона «Азов». Наш корреспондент Юлия Ольховская в преддверии годовщины трагических событий встретилась с пострадавшими и узнала, на какой стадии расследования. Время не лечит. Брат Евгения Милева погиб в Доме профсоюзов, и ему до сих пор тяжело вспоминать одесские события двухлетней давности. Тело Ивана Милева обгорело настолько сильно, что родные смогли его опознать только после экспертизы ДНК. Официально Иван погиб от удушья. Удушья газами. Какими газами конкретно не указано. И, ну как, он отравился и потом сгорел. Уголовное дело о событиях 2 мая до сих пор не расследовано. Его разделили на две части. И в суд пока ушла лишь первая. О беспорядках на одесских улицах, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Браться за него никто не хочет. Сменилось уже 5 судей. Некоторые прямо в зале писали заявление о самоотводе под давлением радикалов. Заседание постоянно переносит. А местные журналисты, которые ознакомились с обвинительным заключением, откровенно называют его состряпанным на скорую руку. Эта часть пестрит там выражениями в стиле неустановленные лица. Чего-то там о чем-то с какими-то другими неустановленными лицами договорились. И в итоге все это произошло. Нигде они договаривались, никогда они договаривались, ни с кем. То есть это абсолютно действительно отписка. Такие ничем не подкрепленные обвинения предъявляют 22 человекам. Все они сторонники антимайдана. Одесситка Яна Айзенкович 2 мая помогала раненым. Позже ее обвинили в участии в массовых беспорядках. Два года женщина провела в тюрьме и уже вышла на свободу, в отличие от брата Натальи. Она боится мести со стороны радикалов, поэтому скрывает свое лицо, рассказывая о жестокости, с которой из ее брата в СБУ буквально выбивали признательные показания. Его били, ему одевали мешок на голову, его пытали на глазах детей. Почему многие молчат, почему многие не говорят ничего, только потому что они в ужасе, что с ними может произойти такие же вещи. При этом на скамье подсудимых нет ни одного радикала, которые действительно засветились на многочисленных видеокадрах, снятых очевидцами в Одессе в день трагедии. Мы показали людям фотографии, попросили помочь нам опознать этих людей. И в итоге, собственно говоря, эти люди были опознаны. Вот их социальные сети, вот их, собственно говоря, видно, какой позиции человек придерживается. Это яры сторонник Украины. Это Александр Марценюк. Ему не предъявлено никаких обвинений, несмотря на то, что его тоже опознали одесситы. 2 мая он избивал людей обломком железной трубы, рассказывает Руслан Асташко. Вместе с группой независимых экспертов-криминалистов он инициировал собственное расследование трагедии. Проанализировали сотни часов видеозаписи и установили большинство провокаторов беспорядков. Вот этот человек, стреляющий из охотничьего карабина, сторонник Майдана Сергей Ходияк. Его арестовали, а позже отпустили. Сейчас он живет в Одессе. Он ходит на заседание суда для того, чтобы спровоцировать конфликты. То есть он своим присутствием показывает все лицемерие нынешнего киевского режима и украинского суда. Человек, который лично застрелил и погибли минимум 4 человека на греческой улице, находится в здании суда, где судят тех, в кого он стрелял. Вот весь цинизм. Когда вторая часть дела о самом пожаре в Доме профсоюзов наконец будет передана в суд, неизвестно. Родственники погибших даже не знают, кому этот вопрос задавать. Сначала следствие ввела Одесская прокуратура, потом материалы передали в Главное следственное управление МВД Украины. После этого в Генеральную прокуратуру та вернула дело в Одессу, где за это время полностью поменялось полицейское начальство и руководство прокуратуры. Ну а какой законности после этого, введение каких-то расследований, может вообще идти речь? Украина страна, где закона нет. Возможно, поэтому Украина игнорирует все призывы миссии ООН и Международной консультативной группы Совета Европы активизировать расследование трагедии. Спустя два года провокаторы беспорядков по-прежнему гуляют на свободе, а заказчики бойни так и не установлены. Эксперты, ведущие независимое расследование событий 2 мая, утверждают, что радикалам поступали команды из Киева. На тот момент комендант Майдана Андрей Порубий был в Одессе за несколько дней до беспорядков. Раздавал бронежилеты непосредственным участникам бойни. У журналистов также есть доказательства, что спонсировал радикалов олигарх Игорь Коломойский. Сейчас Порубий спикер Верховной Рады, а Коломойский живет в Швейцарии. Никто из них следователями допрошен не был.